Друзья, всем привет! С вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. Герой сегодняшнего полноценного и честного обзора довольно редкий гость на обзорах и вообще телефончик довольно редкий TCL40SE. Телефончик который продается примерно за 14 тысяч рублей и именно за эти деньги его можно купить в интернет-магазине play.ru которые любезно предоставили этот телефон на обзор также помимо телефонов там продается огромное количество различной электроники и бытовой техники по самым вкусным ценам так что если сейчас подыскиваете себе себе какой-то новый гаджет проходите по ссылочке в описании что интересно именно эта модель на некоторых рынках продается под названием sharp aquas v7 plus но у нас официально он известен именно как TCL40SE. Телефончик это довольно скромный здесь у нас под капотом helio g37 зато 6 гигов оперативки и целых 256 гигов внутреннего пространства также здесь огромный экран 6,75 дюйма 90 гигов герц но правда всего лишь HD плюс разрешение в коробке помимо самого телефона который надо сказать что у меня в очень прикольной расцветки который называется twilight purple эдакий переливающийся фиолетовым синим и розовым цвет смотрится очень классно в общем в коробочке здесь особо-то много ничего вы и не найдете здесь у нас имеется набор макулатуры скрепка для сим лотка также здесь имеется кабель type-c и зарядное устройство но довольно скромная на 18 ватт опять же учитывая то что аккумулятор здесь 5010 миллиампер заряжаться будет телефон довольно долго но и в отличие от многих других производителей здесь у нас ни чехольчика не даже пленки на экране нету покупать придется самостоятельно сделать это будет довольно сложно так как телефончик довольно редкий что касается органов управления и камер здесь у нас с правой стороны сканер отпечатка пальцев он же кнопка включения плюс клавиши регулировки громкости с левой стороны сим лоток полноценный на две симки и sd-шку да еще и силиконовой прокладочкой sd-слот поддерживает вплоть до 1 терабайта сверху мы видим микрофон шумоподавление один из динамиков ибо в телефоне стереодинамики снизу три с половиной миллиметра основной микрофон type-c для зарядки синхронизации и опять же основной динамик модули камеры 50 мегапиксельный основной сенсор и два второстепенных макро и дачи глубины по 2 мегапикселя ну а на фронтальной поверхности в капельке 8 мегапиксельный модуль ну и экранчик 6 целых семьдесят пять сотых дюйма причем что приятно с поддержкой фирменной технологии nxt vision на опять же что приятно 90 герцовый но правда hd плюс разрешение что касается системы то здесь фирменная оболочка тиселью ай пятой версии на базе 13 андроида но она особо сильно не настраивается и не кастомизируется так что очень похоже скажем так этим на обычный голый android но здесь мы видим кратко характеристики helio g37 под капотом и 6 256 по азу и внутренней памяти можно здесь у нас использовать как на экранные жесты так и навигацию с помощью кнопок ну кому как нравится но вот скажем так основная фишка это конечно же экран здесь у нас фирменная настройка nxt vision которая сюда пришла прямиком из телевизоров tcl которые кстати говоря очень популярны в европе и в штатах а у нас опять же в россии мало кто о них знает здесь огромное количество настройка улучшалок для картинки под фото видео и игры и действительно эти экраны смотрятся потрясающе это ну действительно одна из фишек телефонов tcl что касается яркости здесь кстати особо запаса нету и в яркий солнечный день на улице но будет не очень комфортно автояркость отрабатывает нормальный имеется темное оформление которое можно включить либо на постоянку либо же по расписанию кому как нравится также есть возможность включить защиту зрения когда экран становится немножко желтоватым убирается скажем так синее излучение и опять же будет комфортно читать вечернее время имеется настройка цветового режима и температуры естественная расширенная можно выбрать профиль srgb и настроить температуру все как вы хотите в общем настроек действительно огромное количество именно этим телефоны tcl и отличаются ну и частоту обновления экрана можно выбрать либо 90 либо 60 герца либо же интеллектуальное обновление понятное дело что mtk g37 поддерживает повышенную герцовку но нужно понимать что 90 герц вы будете видеть разве что в настройках потому что в большинстве приложений не говоря уж про игры 90 герц конечно же не будет но здесь все очень шустро работает оболочка действительно очень плавная комфортная и работать с телефончиком одно удовольствие опять же таки экран очень качественный яркий но к сожалению всего лишь hd разрешение что опять же приятно радует это стерео звук причем стерео звук здесь полноценный неполуторный как это часто бывает в недорогих телефонах как когда используется слуховой динамик здесь полноценные выделенные динамики звучат они одинаково громко и четко так что одно удовольствие и музыку слушать и киношечки смотри что касается коммуникации здесь полный джентльменский набор двухдиапазонный модуль вай фай bluetooth 5 1 и даже модуль nfc все это здесь присутствует но что касается цифр тестов давайте посмотрим антуту показывает порядка 140 тысяч попугайчиков в двадцать третьем году этим никого не удивишь понятное дело что g37 довольно слабый процессор но при желании тот же поджи или call of duty поиграть вы сможете на низких средне низких настройках понятное дело что более тяжелые типа геншин и diablo но если вы запустите то это будет слайд-шоу но обычные казуал очки и вот такие вот стандартные 3d игрушки в принципе пойдут без проблем geekbench показывает тоже довольно скромные цифры 167 баллов на одно ядро и менее 1000 на все 8 в общем g37 хоть имеет индекс g что у мтк означает игровой типа гейминг но понятное дело что-то таковым не является несмотря на то что мы получаем целых 256 гигов внутреннего хранилища это скромная е м м цешка но конечно пришлось на чем-то сэкономить за стоимость 13 тысяч рублей никто не обещал ufs накопитель 200 мегов мы получаем на запись 300 на чтение но зато много места модуль вайфай как уже сказал двух диапазон и 300 мегабит выдает мне провайдеры плюс-минус 230 240 мегабит я получил что на скачку что на загрузку но нормальный результат а вот где телефон неприятно удивил и я не понимаю с чем это связано это в тесте gps я честно пытался поймать спутники в течение получаса но только в поле зрения было 20 спутников но он так и не подключился к ним причем что самое интересное когда включаешь мобильную сеть и начинаешь ехать то спутники чудесным образом находятся и по навигации ты сможешь доехать но вот используя чисто gps к сожалению результат вот такой опять же что порадовал это батарея 5000 миллиампер полтора два дня без всяких проблем и это при том что здесь довольно неплохой и сочный экран и хочется пользоваться телефоном хочется смотреть фильмы youtube чик и различные социальные сети но в игрушке я не играю и до заряжал телефон раз в два дня правда заряжается он довольно долго от комплектного 18 ваттного зарядного блока примерно 2 часа 20 минут что касается фото и видео возможностей но здесь 5050 фотографии получаются действительно неплохие а вот видео но скажем так не супер фоточки действительно радуют хорошие насыщенные яркие красочные и детализация на высоте но опять же таки этим никого не удивить в двадцать третьем году когда даже самые дешевые телефоны умеют очень неплохо фотографировать а вот где основной затык так это видео запись к сожалению full hd 30 кадров в секунду да еще и без стабилизации это все на что способен этот телефон хотя сама картиночка и детализация вполне себе неплохи в общем давайте посмотрим на примеры и вы все сами поймете и и и Видеосъемка ведется в формате Full HD 30 кадров в секунду. Естественно, никаких тебе 4К и уж тем более 60 кадров в секунду нет. Есть возможность цифрового зумирования во время видеозаписи вплоть до 4Х. Таким вот образом. Ну и стабилизации здесь у нас отдельного ползуночка нет. И насколько я понимаю ее нет. Но если и есть, то электронная и не самая лучшая. По крайней мере, то, что я вижу сейчас на экране смартфона. Ну, в общем, назвать плавной эту картиночку нельзя. Что касается фокусировки, то в принципе довольно неплохо все происходит. Ну и вообще качество видео для подобного рода устройств вполне себе годное. Нельзя сказать, что очень стыдное или очень плохое. Но, естественно, это недорогой телефончик. И в первую очередь он позволит делать неплохие фото. А видео это уже, скажем так, не совсем конек этого смартфона. Но, тем не менее, поснимать можно. На фронтальную камеру все те же 1080p 30 кадров в секунду. Сегодня очень яркий солнечный день. Поэтому очень неплохо получается видеозапись. Я полностью в кадре. Неплохая детализация. Задний план, конечно же, пересвечен. Но это традиционно для недорогих телефончиков. Им довольно-таки сложно работать с экспозамером. Но в остальном можно поснимать вполне себе неплохие кадры, что на основную, что на фронтальную камеру. Так что при желании можно заснять вполне себе годные кадры, как для такого недорогого телефончика. Вот такой вот TCL40SE. Недорогой телефончик с очень классным экраном. И неплохими фотовозможностями. Не так много телефонов в этом бюджете предлагают действительно столь широкие настройки экрана. И столь неплохой стереозвук. В остальном же телефон особо ничем вас не удивит. Но разве что 256 гигов встроенного хранилища. За эти деньги не так много кто предлагает. Ну а вы обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этом бренде и телефоне в частности. На Сим все. Надеюсь вам понравилось. С вами Блайз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.